6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и в мире отмечается День Русского Языка. По этому поводу в Горноалтайске прошло ряд мероприятий, о которых расскажут мои коллеги. 6 июня на центральной площади Горноалтайска состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня Русского Языка. Ежегодно он отмечается по всей России. Датой проведения праздника выбран день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Делая часть торжеств прошла в этот день в городском районной культуре, где по инициативе Управления образования Горноалтайска состоялась городская конференция, посвященная Дню Русского Языка, роль русского языка в формировании личности ребенка. В работе конференции приняли участие педагоги городских школ, библиотек, представители Горноалтайского педагогического колледжа и госуниверситета, чиновники городской мэрии и региональных министерств. В ходе работы конференции были рассмотрены актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, преемственности в организации неурочной деятельности. Родители не читают книг, сами не читают книг и тем самым не дают пример детям читать книги. Эта тема и проблема идет из семьи, поэтому нужно сначала начать со взрослых, прежде всего самих себя, читать больше книг, читать детям книги. Тогда дети, может быть, будут более заинтересованы взять в руки книгу, посмотреть, изучить, почитать, заинтересоваться. В косноязычии интернет-технологий, интернет-общения, сетевого общения различного уровня, они дают огромный отпечаток на речевую компетенцию учеников и учителей. Все эти проблемы сегодня на конференции прозвучали очень, я бы сказал, правдиво, честно. И надеюсь, что каждый, кто присутствовал, задумается и хотя бы начнет с себя, чтобы ее решить. По итогам работы конференции была принята резолюция, завершилась конференция праздничным концертом в честь Дня русского языка.